В Карачаево-Черкесии подвели итоги месячника патриотической спортивной и оборонно-массовой работы под девизом «Есть такая профессия – Родину защищать». В торжественном мероприятии, прошедшем в филармонии, приняли участие представители ряда ведомств и коллективы муниципальных образований региона. Подробности в сюжете Артура Мхце. Тарас Гайворонский учится в седьмом классе лицея посёлка Медногорского. Всего за год о юноше из Карачаево-Черкесии узнала вся страна. В начале 2023-го он стал очевидцем того, как двое ребят попали в ледяной капкан. Я побежал, сначала снял куртку, чтобы, если я упаду воду, не пойти на дно. Снял куртку, сначала начал их стянуть за руки, не получалось, потому что лёд ломался ещё подо мной. Я взял палку, чтобы вытянуть их на расстояние. Тарас мечтает работать в МЧС, и всё необходимое, чтобы стать отличным спасателем, у него есть. А самого юношу можно считать примером для многих сверстников. Неудивительно, что Тарас оказался в числе приглашённых на подведение итогов месячника патриотической спортивной и обороны массовой работы, которое прошло в Черкесске. В здании Республиканской госфилармонии оказались многие из тех, кто постоянно участвует в различных значимых для страны и региона мероприятиях. Патриотическая работа проводится на систематической постоянной основе. Это не только месячных. Мы говорим, что наше образование – это в первую очередь воспитательная работа, а потом уже, конечно, обучение. Поэтому патриотическая работа сегодня является приоритетным направлением в образовательном процессе. И ребята в нынешних мероприятиях доказали, что они готовы служить своей России и стать на защиту нашей великой и прекрасной Родины. Движение первых уделяет огромное внимание патриотике. Мы – граждане нашей великой страны. И мы должны понимать, какой ценой была дана нам свобода, какой ценой была дана нам победа. Естественно, мы все за то, чтобы дети с малых лет понимали, что мы – великая держава, и что действительно каждый гражданин своей страны должен любить то место, где он родился. В этот день со сцены госфилармонии звучало немало лестных слов в адрес воспитанников образовательных и патриотических коллективов, а также их наставников. Ребята и педагоги в течение месяца участвовали во многих мероприятиях, благодаря которым они лучше узнали о такой профессии, как защитник Родины. Победители муниципальных конкурсов были отмечены наградами и благодарственными письмами. А школьник из поселка Медногорского Тарас-Гайворонский удостоился почетной медали Совета Федерации. Артур Муфцемиха Каракелян, Вести, Карачаев, Черкисия.